Приветствую! Сегодня было опубликовано интервью с министром внутренних дел Игорем Клименко. И в этом интервью ему задали вопрос, мол, а что делать? Министерство собирается с теми мужчинами, которые выехали из Украины. Ну, имеется в виду, выехали незаконно, то есть кто-то там пересек границу через лес, да, через речку, кто-то выехал по поддельным документам, мол, какая же ответственность будет для этих людей. И вот здесь меня удивила позиция министра. Во-первых, удивила, ну, в принципе, такая гражданская позиция, что, мол, государство должно спросить с этих людей. Ну, мне кажется, справедливей было бы сначала спросить с государства, да, и поинтересоваться, а выполнило ли государство обязательства свои, те обязательства, которые в Конституции Украины прописаны. То есть обеспечило ли государство этого человека жильем, обеспечило ли там заработной платой нормальной, обеспечило ли его родителей, его бабушек, например, прожиточным минимумом, как это записано в Конституции. Ну, только настоящим прожиточным минимумом, а не той цифрой смешной, которая записана в законе о государственном бюджете. Но нет, про это речи ни слова. Мы спрашиваем с человека. И вот государство должно спросить у человека, мол, а как же ты выехал? И, соответственно, привлечь к ответственности. Вот здесь меня более удивила еще такая юридическая позиция в том плане, что министр внутренних дел говорит, что, мол, наверное, будет законопроект, наверное, будет такая совместная инициатива, и мы предусмотрим за это ответственность, ответственность за незаконный выезд мужчин из Украины во время военного положения. И удивило меня здесь два момента. Момент первый. Во-первых, такая ответственность уже предусмотрена, и мы сейчас чуть позже поговорим еще раз об этом. А во-вторых, мы говорим, что в будущем будет предусмотрена для этих людей ответственность. Стоп. Но мне кажется, что все знают, что закон обратной силы не имеет. И что в тех случаях, когда человек что-то сделал, нельзя предусмотреть потом ответственность. Он может понести ответственность только ту, которая была предусмотрена действующим законодательством на момент совершения правонарушения. А министр говорит, что, мол, мы предусмотрим ответственность и будем привлекать. Ну класс, честно, меня вот очень часто, вот с юридической точки зрения особенно, забавляют вот эти позиции первых лиц государства. Потому что, ну как-то оно расходится с Конституцией. То депутаты подают законопроекты, которые там полностью противоречат Конституции. То топ-чиновники делают заявления, которые вообще не вяжутся с Конституцией. Ну вот, честно говоря, такое ощущение, что у нас уже такой тренд от государства. Открыто нарушать Конституцию. Открыто высказываться против Конституции. Друзья, ну вообще-то вы должны выполнять Конституцию в первую очередь. Вы есть представители государства. И вы должны обеспечивать выполнение государством тех обязанностей, которые на него возложены по Конституции. Ведь именно в этом смысл гражданства. Гражданство это взаимные права и обязанности. Человека с одной стороны и государства с другой стороны. Так будьте добры все-таки выполнять эти обязанности, а не рассказывать о том, что мы спросим с этих людей. Мы предусмотрим какой-то законопроект и привлечем к их ответственности. Но, знаете, в некое оправдание министров хочу сказать. Вот когда я смотрел это интервью, когда ему задали именно вот этот вопрос про выезд мужчин из Украины. Мне показалось, что этот вопрос не был согласован. Либо не до конца проработан. Потому что, отвечая на этот вопрос, было ощущение такое, что министр фристайлил. Просто сходу на ходу придумывал, что же ему сказать. Но это мне так показалось. Друзья, что же касается юридической составляющей. Напомню, что на сегодняшний день законодательство предусматривает ответственность для тех людей, которые незаконно выезжают из Украины. И давайте еще раз посмотрим, что говорит об этом закон. Во-первых, в Кодексе Украины о административных правонарушениях есть вот такая статья 204.1. Называется «Незаконное перетяньнание або спроба незаконного перетяньнания державного кордона Украины». И в этой статье в частности первой написано, что перетяньнание або спроба перетяньнания державного кордона Украины будь-яким способом поза пунктами пропуску через державного кордона Украины або в пунктах пропуску через державного кордона Украины без соответствующих документов або с использованием подробного документа или таких, что местят недостоверные відомости про особу или без дозволу соответствующих органов або административных арест на срок до 15 дней с конфискацией заряд и засобов чинения правопорушения. Еще раз давайте посмотрим, что же здесь за нарушение предполагается. Перетяньнания або спроба перетяньнания державного кордона будь-яким способом поза пунктами пропуску. Ну что это означает? Это означает, что пошел по грибы, заблудился, переплыл речку и оказался ненароком в другой стране. Вот что значит пересечение границы вне пунктов пропуска. И вторая часть. В пунктах пропуску без відповідных документов або с використанием подробленного документа. Або таких, что местят недостоверные відомости про особу. То есть мы говорим о том, что ты едешь через границу, но на границе предъявляешь, например, белый билет, который ты купил в Телеграме. Тебя на этом поймали, вот тебе какое наказание. Но если быть точнее, это не наказание, это юридически, если говорить правильно. Это административное взыскание. И здесь штраф от 200 до 500 необлагаемых налогом минимумов. Что это 200-500? Необлагаемый налогом минимуму в этом случае это 17 гривен. 200, соответственно, 3400 гривен. 500 это 8500 гривен. То есть максимальный штраф 8500 гривен. Либо же может быть административный арест на срок до 15 дип. Что это за арест? Ну, сами понимаете, да, что за арест. Вопрос в том лишь, что, ну, к тем людям, которые сейчас, вот если мы по практике будем судить, те люди, которые пересекают границу по поддельным документам, все-таки арест к ним не применяется. К ним, как правило, штраф. И, конечно, вот эта конфискация, то есть конфискация идет тех документов, с которыми человек пересекает. Либо если мы говорим о том, что люди, там, не знаю, в гидрокостюмах переплывают, на лодках там, то вот эту лодку можно конфисковать и прочее. Далее. Но что может еще для человека быть? Вот какое уже наказание за то, что он пересекает границу с поддельными документами. Здесь мы идем уже в уголовный кодекс. Смотрим с вами статью 358 уголовного кодекса. И здесь как раз вот подробление, посвящение або иншого официйного документа. И смотрим сразу, какая же санкция здесь. Штраф до тысячи необлагаемых минимумов. Это у нас 17 тысяч гривен, соответственно. Или арест до шести месяцев. Или ограничение свободы на срок до двух лет. Но, если опять же мы посмотрим практику, то чаще те люди, которые пересекают границу по поддельным документам, привлекаются к уголовной ответственности не по первой части, не за подделку документов, а по четвертой части этой статьи, которая называется «Выкористание завидовому подробленного документа». Ну, потому что мало, в принципе, кто подделывает документы. Как правило, люди где-то там кого-то просят их подделать, платят за это деньги. Попался. Вот какая статья для такого человека. Какая часть этой статьи. Четвертая. Здесь административная ответственность. Прошу прощения. Конечно, уголовная ответственность. Штраф до 50 необлагаемых минимумов. 50 необлагаемых минимумов. Задумайтесь, это 850 гривен всего. То есть вот такой штраф. Уголовный штраф. Но у человека здесь будет, соответственно, приговор, обвинительный. И, может быть, или, вернее, арест на срок до шести месяцев, либо ограничение свободы на срок до двух лет. В этой ситуации, опять же, люди, которые признают свою вину, они, как правило, идут, ну, так сказать, заключают сделку с дьяволом, да, признают вину и вот получают, соответственно, штраф. Итак, еще раз. Ответственность за незаконное пересечение границы уже установлена. И, как мы видим, есть административная ответственность за это. И есть уголовная ответственность, да. Она непосредственно установлена не за пересечение границы, да, а за использование поддельных документов. В том числе при пересечении границы. Соответственно, вот это то, на что человек, скажем так, может рассчитывать на сегодняшний день. Говорить о том, что когда-то в будущем мы примем закон и придумаем для этих людей ответственность, ну, нельзя, друзья, нельзя ни в коем случае, потому что это противоречит конституции Украины. Ну, не имеет обратной силы закон, который устанавливает ответственность. И пора бы уже государству перестать нарушать основной закон этого государства. Друзья, на этом все. Если вы считаете, что данное видео было полезным, поставьте ему лайк, подпишитесь на мой канал. Напомню, что с вами был Олег Лукьянчиков, адвокат, кандидат юридических наук. Желаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.